Этот сюжет может быть не интересен тем, кто предпочитает форму, а не содержание. Кому-то будет скучно смотреть всего-то на стуле в читальном зале библиотеки имени Пушкина. Других же предупредим. Внимание! Эти места для вас. Они еще пусты, но с четырех часов дня в последнюю пятницу каждого месяца зал наполняют известные орловские журналисты, литераторы, актеры и прочие интеллигенции, от которой в том числе и зависит местный вклад в ноосферу. Итак, с мая этот зал превращается в литературно-музыкальную гостиную. И гости здесь, авторы, встречающиеся с теми, кто их слушает, смотрит и кто их читает. Идея таких собраний не нова. Эта же с журналистской ноткой родилась весной, когда члены Союза журналистов собрались на традиционное свое мероприятие и засиделись допоздна и решили собираться чаще. Вот так. Прошло уже четыре встречи. В мае вспоминали ветеранов, про которых рассказывали в орловских СМИ. Потом представили корреспондента Эву Стусюлевич, которая завоевала гран-при на фестивале военно-патриотических программ «Щит России». Ее работа посвящена русской больнице, что функционировала в Орле во время оккупации. А потом собравшиеся познакомились с победительницами международного конкурса православного искусства из музыкальной школы имени Калинникова. А еще познакомились с победителями всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2019». Например, с Мариной Самадиной, краеведом, журналистом и основателем музея в лицее номер 18. Самадина получила диплом третьей степени и медаль Министерства обороны за развитие военной истории. Был на встрече и автор этого сюжета на том конкурсе, получивший награду за материал о воспитанниках Мценского клуба «Росомаха». В сентябре наша встреча будет посвящена театру. Я уже подобрала замечательный фильм, такой познавательный о театре. Один человек уже готовит интересную презентацию об одном из театров. Договариваюсь с актерами, кто будет с концертным номером выступить, кто с какими-то байками, кто споет. В планах до конца года, например, встреча, посвященная Лермонтову. И разговор об орловчанах, которые с ним дружили и были знакомы. И всем, кто заинтересовался, напомним, вход свободный. Каждая последняя пятница месяца. Сергей Быковский, Дина Волкова, Артемий Мельников, телеканал Первый областной.